Всем привет и добро пожаловать на наш канал! Если тебе нужен сериальчик, который хочешь посмотреть на выходных, то ты по адресу. В эфире подборка лучших латиноамериканских сериалов, которые, надеюсь, тебе очень понравятся. Ну и конечно подписывайся, чтобы нам с тобой не потерять друг друга. И обязательно напиши свое мнение в комментариях, так как именно ты можешь помочь кому-то определиться с выбором. Ставь лайк, если не жалко. Ну и переходим к подборке. Пятое место. Вперед! Живи по своим правилам. Перед вами потрясающий музыкальный проект от авторов из Латинской Америки. Сериал предлагает зрителям углубиться в историю о девушке-сироте, которой приходится бороться с реалиями жестокого мира в одиночестве. Главная героиня действительно делает успехи, несмотря на все сложности, ведь она очень талантлива и способна. Это учебное заведение принимает лишь лучших из лучших. Она готова адаптироваться в совершенно новой среде, готова бороться с многочисленными трудностями и проблемами, готова сталкиваться с крайне непредсказуемыми ситуациями и решать их своими силами. Приятного просмотра всем поклонникам этого увлекательного сериала. На четвертом месте никто не смотрит. Этот сериал предлагает нам погрузиться в дела небесные. Главный персонаж – ангел-хранитель по имени Ули. Он занимается теми же делами, что и многие другие ангелы. Однако почему-то это совершенно не устраивает главного персонажа. Герой не хочет подчиняться законам и прописанным истинам. Ули уверен в том, что пришла пора изменить систему. Он хочет делать добрые дела не по каким-то правилам, а потому что это необходимо прямо сейчас. Достигнет ли он успеха? Смотрите сериал. Третье место. Монархиня. Мексика – удивительная страна, которая сочетает в себе современные достижения и культуру прошлого, оставшуюся еще со времен великих географических открытий. В центре внимания сюжета оказывается жизнь миллиардера, владеющего огромными активами. Магнат, как оказалось, не так уж и чистен на руку. Он заработал свои деньги путем коррупции. Мужчина и его семья живут, наслаждаясь каждым днем, когда на самом деле все не настолько хорошо, как может показаться. Коррумпированный мир Мексики опасен и переменчив. Из элиты можно вылететь так же быстро и стремительно, как и попасть в нее. Понимая, что рано или поздно им придется бежать из страны, они начинают подготавливать почву в США. На втором месте «Зеленая граница». Сюжет сериала берет свое начало с убийства пяти молодых девушек прямо в центре непроходимых джунглей. Главная героиня получает на руки дело, связанное с чередой загадочных преступлений. Елена отправляется на место, чтобы осмотреть территорию и начать поиски таинственного убийцы. В сериале фигурируют бессмертные люди, которых избрала мать природа. Джунгли дали им вечную жизнь, глубокое познание вселенной и разума и способность становиться невидимыми, когда им грозит опасность. К тому же девушка вскоре осознает, что каким-то образом связана с этими злополучными землями. Вскоре она столкнется с раскрытием тайн своего прошлого. Сюжет сериала, который занимает первое место, рассказывает о Марии Луизе, у которой богат и влиятельный отец и во всем поощрял и награждал дочь. Со временем героиня подросла и вышла замуж за привлекательного ухажера Педро. Он сообщил, что у него в Рио-де-Жанейро есть жилье и помещение для построения личного ресторана. В Сан-Пауло героиня не смогла найти свое место и стать по-настоящему счастливой. В Рио Мария надеется стать более успешной и достичь больших высот. По общей договоренности супруг приступает к ремонту заведения. Подошла пора персонажу встретиться с любимой девушкой. Она направляется к нему, но внезапно он исчезает. Длительное время она ждала его на вокзале, надеясь, что он ее встретит, но муж так и не появился. Отправившись к нему на квартиру, обеспокоенная персона убедилась, что там он длительное время даже не появлялся и помещение вовсе было не тронуто. Итак, первое место сериал «Самая красивая вещь» или же «Самая прекрасная». Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. И если вы нашли себе сериал по душе, то поставьте лайк, пожалуйста. Мне будет очень приятно. Ну а я надолго с вами не прощаюсь. До новых встреч!